погода сегодня ребят классная настроение хорошее мы в пути сегодня мы с семьей куда марин едем расскажи мы едем видим машину лагерь зато решили побывать в анапе на выходные отдохнуть и посмотреть я только проездом когда-то попросил привезти тебе оленький цветочек очень интересный город очень интересно побывать и рассказать наши впечатления поэтому вставайте с нами покажем какой отель мы выбрали все расскажем все покажем так что смотрите четыре с половиной часов уже проехали вот 6 километров джонки да нет еще 6 километров до съезда почти потому что у джонки дождик нас преследует дети не хотят сидеть хочется разумеется здесь черешни на сурой недавно собрал на дороге 1 1 конкретно урожай так вот по 2 по 3 ягодки только ели до моря прямо такой это уже урожайчик конечно пролиста гильджика кстати вот так вспоминаю с моим ездить здесь когда делали вот эту новую дорогу это было что то с чем сейчас наконец гильджик уже оправляется вот эти вот развязок которые вот ему были необходимы сейчас уже более комфортно сюда приехали город великой доблестью а впереди нас ждет уже на урос есть обратный путь вот здесь стать посмотрите тут красиво очень панорама обязательно который раз уже собираемся все время торопимся домой потому что мы нам ехать 7 8 часов от анапы до сочи а мы рано утром не выйдем смотрите на навигатор прибавлять лишний час на пробку на заправку на обед как минимум сколько лет этому троллейбусу сколько он еще лет проездит ну в отличие город герой севастополя например поменяли полностью весь банк мы даже на нем ездили абсолютно новый но эти вот семидесятых и восьмидесятых годов непонятно неужели в городе в портовом где спряжено все вот это транспортное движение зарабатывают люди деньги таможне все такое могут поменять лицо города дороги за троллейбусы вообще такой транспорт который бросается в глаза как трамвай нет он вообще насколько себя оправдывает мне интересно но тем не менее в севастополе например он же работает и новые там поставили значит оправда посмотрите сколько грузовиков стоят зерновоза здесь паркуется очень много вот такая картина постоянно новороссийске вот только такие пейзажи просто другого мы ничего не видим пока ездим по нему одни грузовики цементовозы зерновозы зерновозы и друг за другом они идут и пылища и дороги разбиты в общем в российские конечно короче если у вас очень нет работы визжать как мы уже говорили здесь работа новороссийске для глаз не услада короче доехали до анапы правда мы едем витязево не самого сам центра нам поэтому анапа у нас остается стороне и круговое движение второй съезд дальше пока так сколько нам осталось ехать но осталось 2 и 7 километров пять минут другая настолько мы проезжаем одни отели причем таких солидных больших но клубных это не сетевые какие-то отели еще какой-то частный сектор въехали не рада этого один частный сектор это видите смотрите какие нехилые отели помощи не работает пустые вообще какие-то заброшенные смотри там окна выпитые там и там и там это отель да это верно отель заброшенка 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 надо летний забрать приватизировать чтобы не стоят только бедерочка везде работает так ребят мы приехали все покажем вам потихонечку номер наш еще пока не готов мы сдали вещи в камеру хранения нам дали вот такие вот браслетики у нас система вся включена если вам все покажу где чего располагается здесь есть бар если стирожные понимаю это все можно попробовать reception холл ну блин ну очень даже неплохо большая территория вот это можно взять можно попробовать глинтвейн сок ранен ресепшн охрана парковка здесь платная 500 рублей сутки мы заплатили за три дня так как мы на три дня сюда заехали полторы тысячи еще есть курортный сбор 120 рублей это немного но он есть отель называется бетон брут вот камера хранения здесь а вон там вот бассейн большой такой бар сейчас мы все там прогуляемся жалко переодеться пока не нет возможности так пока мы ожидаем номер мы пойдем исследовать дальше территорию так температура воды 29 воздуха 20 походка супер в бар очередь так вот такие корпуса есть вот эти высокие есть вон те Да, нам предлагали туда, кстати, отдельные, оно сказал, таунхаусы. Можно было туда, но я выбрала этот корпус основной. Так, мы зашли в ресторан. Алкоголь, чай, кофе. Сейчас ужин начнется с шести. Сейчас здесь можно только... Это, наверное, биво. А где биво? Сейчас здесь можно только перекусить. Здесь самые голодные пришли есть. Картошка. Здесь что? А, здесь сыр и огурец. Мясо, бургеры, пицца, пирожные, печеньки. Пока мы ожидаем свой номер, решили прокатиться до моря. Тут ходит трансфер-карли 20 минут. Пообщаться. Спасибо. Вместе. Продолжение следует... Продолжение следует... Песок горячий. Мы здесь еще не были. Сейчас посмотрим, что здесь. Так я кушать хочу. Мы только что были в ресторане. Ты же кушала. Ну все, еда закончилась. Это тебе не дома. Вот такой пляжик. Кто мечтал о песочке. Здесь песочек. Лежаки. О, люди купаются уже. Все что ли? Пойдем посмотрим. Но она не такая прозрачная. Но здесь песок. Она не будет здесь прозрачной. А ты ноги поднимай и не будешь забираться. Кто первый ныряет? Кто потрогает воду? Лесь, потрогаешь? Потрогаешь воду? Нет, я слышу. Маш, потрогай воду. Холодная? Наверное, да. Да, затопило. Ну что? Не холодная? Холодная? Завтра будете купаться. Стоянки все забиты. То, что на территории, то, что за территорией. Там практически нет свободных мест. Видимо, народу полно. И номер нам до сих пор никак не дадут. Потому что его до сих пор никак не уберут. Можно. До сих пор никак не уберут. Значит, только кто-то выехал с нашего номера. Поэтому... Это вообще, да. Все забито. Так, мы приехали на седьмой этаж. На седьмой этаж. У нас номер вот этот вот. Давай, открывай дверь. Заходи. Заходим. Ой. Так. Так. Кофемашина. Чай, вода. Кровать раз. Столик. Холодильник. Комната два. Комната два. Вид из окна на море. И на бассейн. Так. Бассейн. Вид сверху. Детский лягушатник. Так. И... Вот такой вид. Так. Сейчас я еще... Вот это кресло у нас, кстати, массажное. По акции оно включено нам в пользование. Так. И здесь санузел. Ого. Какой огромный. Какой-нибудь сайс. Здесь можно еще дополнительное спальное место поставить. Марина, сразу скажи, сколько это стоит, потому что все равно задолбает комментарии. Цена на сайте. Цена на сайте, да. Ну, тут сложно сказать, сколько он стоит, потому что зависит от количества... Грубо говоря, на вот такой номер, на всю семью, на четверых, все включено. Вот, грубо говоря, где-то 18-20 зависит от того, какой вы номер выберете там с каким-то наполнением. Все. Что здесь еще у нас есть? А вот здесь второй санузел, что ли? Где тут подсказка? Ой, у вас свой... А, это гардеробная. Гардеробная. Да. Так, ну все, мы идем в бассейн, да? Да, идем в бассейн. На одно солнышко идти. Вот это вот джакузи, оно большое. И оно теплее здесь, вода. Вообще, по сути, это для взрослых, но так как оно неглубокое, поэтому там дети купаются. Сейчас, наверное, еще, что у нас, начало июня только, да, грубо говоря, конец, все, 31-ое. Выходишь, конечно, ветерок, прохладненько. Вот, но так терпимо. Неплохой, получается, советую. А? Легко у нас идите. Ну, найдите. Пойдемте, пойдемте смотреть, что тут есть. Такое, знаете, привычное меню. Во всех нормальных отелях. Детское меню. Молоко. Так, пойдемте против часовой стрелки. Так, там сладости. Народу много. Так, выпечка. Очень схожа, да? Со всякими вот этими египетскими турецкими отелями, да? Очень похоже. Так, дальше. Хлеб, булки, пироги. Сухарики, ребята. Окрошка даже есть. Понятно? Окрошка. Да? Взяла? Молодец. Так, супы есть. Супчики, Марина. Супчики. Куриные булли. Ну, смотри, рисовые. Рисовые. Пшеничные на воде. Ну-ка, покажем. Ну, там все нормально, да? Рис там. Ага, вот это чем? А, вот мы уже носом сделаем. Ага, здорово. Оливье. Ну, слушайте, прям, прям рад. Радует. Такое меню уже радует, да? Огурцы, свекла. Что тут? Макарошки, рис. Зачем обычную очередь стоит? Значит, самое вкусное. Как обычно. Вот столик мы сейчас тут прибабахаем. Давайте посмотрим, что здесь. О-о-о. Катлетки. Смотрите, как красота, красота. Так, ну, в общем-то, наверное, вот такой вот ужин. Сейчас будем набирать, что-то кушать. А, вон туда еще кофе, там, туда-сюда. Давайте я еще пройду. Мне кажется, я не все вам показал. Да, 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 сырочек, колбаска. Давайте откроем, покажем, да, колбаска, точно. А я сижу и думаю, иду и думаю, что-то вот прям не хватает. Макарошки, плов, рис. Так, это мы проходили. И с той стороны еще вот это вот. Тоже очень все вкусно. Вот теперь все. Вот это ужин. Я думаю, что ужин, обед примерно плюс-минус будет одинаковым. Так, а здесь сейчас будет детская анимация с 8 до без 15-9. А до этого здесь какие-то другие шли. Развлечения, пока мы ужинали. Ага, идем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Давайте немножко вечером вам покажу, как выглядит. Всякие дискотеки. Бар работает до 11. Все включено ультра. Любые напитки. Коньяк. Брэнди. Ликеры. В общем, все импортное. Вот так вот выглядит. Там дальше крытый бассейн отсюда, вижу. Можем будет завтра сходить туда. Если вдруг непогода, там есть где так же посидеть. А мы пойдем попьем вечером чайку. В общем, в принципе, отель ну, на 4 плюс, могу так сказать. Наверное, 4 плюс из-за того, что нас, наверное, не сразу разместили. Плюс, я бы сказал, что не очень большая наверное, вот зона территории, да, в сравнении с вот этими заграничными турами, там, Египет. Ну, в Египте, там, в Турции и так далее. Хрен знает. Сами пишите в комментариях, что вы думаете. Вот. Как вам отель и как чего. Зайдите на сайт, посмотрите ценники. Я думаю, сейчас к лету будет, конечно же, все это дороже. Все остальное. Ну, каждому есть здесь чем позаниматься. Я думаю, что отель все равно пользуется спросом. Посмотрите, сколько народу. Это просто нет парковок, вот, например. Да, мы поставили последнее платное последнее платное парковочное место. Вон там вот все парковки заняты. Вот. И что будет в разгар сезона даже сложно представить. Я думаю, что это будет забронировано. Поэтому, ребят, поставьте лайк нашему небольшому такому путешествию. В понедельник мы возвращаемся буквально здесь на три ночи. Вот. Так отдохнем, развеемся, сменим обстановку. Удачи, правильного вам выбора отдыха. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова